Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Био-медицинского кластера Сколкова Кьюри Паблик Вещепанов Сергей Также аплодируем громко-громко-громко, ура Коллеги, рада вас очень сильно видеть Мы тоже тебя очень рады видеть У меня быстренько вопрос, на всякий случай Чтобы уровень вот этой токсичности, нормальности, токсичности Говорить, что я сегодня в цветнике Это уже считается ненормальным токсичным и харассментом? Или еще можно? Нет, все в порядке, чувствую себя свободно, раскованно Главное, максимально цензурно. На самом деле, очень забавная история получается, коллеги тоже оказались знакомы, у нас тут действительно как программа «Жди меня», это очень здорово, и это делает нашу беседу, будущее еще более раскрепощенной. Сегодня наша тема «Карьера и образование», тот вопрос, который действительно сейчас волнует студентов в таком большом количестве, потому что никто не понимает, а что делать после вуза, куда идти, почему-то очень многие студенты задаются вопросом, вот да, я закончила, например, эконом. Потому что делать надо уже во время вуза. Конечно, я тоже согласна, и сегодня мы над темой поговорим. Начнем, наверное, с самого начала. Ирина, давайте начнем с вас. Как связан в целом рынок труда и образования? Вот такой прям обобщенный вопросик, как специалисту самой мейнстримной платформы. Люди получают образование, чтобы в дальнейшем работать. То есть, конечно же, выбор учебного того или иного, либо заведения, либо направления, иногда это какой-то конкретный даже человек, за которым идут, ради которого поступают в то или иное учебное заведение, чтобы быть таким наставником. Ну и, соответственно, в дальнейшем успешно трудоустраиваться. Кто-то, опять же, сейчас такое время, говорит, что образование не нужно, и я сам все могу, но большинство людей, конечно же, идет и получает то или иное образование, как раз, чтобы строить успешные карьеры. И я, наверное, скажу, что и наше знакомство, и вообще Тесен мир. Все учатся, на самом деле, в одних и тех же вузах, ходят на одни и те же конференции, на одни и те же мероприятия. И как раз очень важно заняться в учебном заведении такой активной работой не только учебы, но еще внеучебной деятельности, познакомиться как можно большим количеством людей. И старшие курсы, и твои одногруппники, и, конечно же, обязательно преподаватели. Это большой залог, и на самом деле вуз в том числе стоит выбирать как раз с точки зрения потенциала и педагогического состава, и твоих будущих одногруппников. Это социальные связи, и потом в дальнейшем возможно и создание бизнесов совместных. Мы знаем огромное количество примеров, да, когда люди потом создают компании большие, и потом в дальнейшем различные вот такие интересные встречи. Мы с Сергеем вместе не учились, но мне кажется… Да, я преподаватель Иры, мне 74, я учил, я ТГП у тебя преподавал, да? Да, в ней история. Так, 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 пошли какие-то локальные шуточки. Это хорошая позиция на самом деле, чтобы помимо образования вокруг тебя была благоприятная среда. Я сейчас, можно, небольшую шуточку вставлю? Когда я поступала в свой университет, мне сказали, что там будет чирлидинг, и я говорю, как здорово, меня будут подбрасывать. И папа до сих пор говорит, меня припоминает, потому что я не пошла на чирлидинг, его закрыли, как только я пришла в университет. Говорит, Соня, так тебя и не подбросили. Сереж, к вам вопросик. Ходил я на чирлидинг, да? Да? Я занимался танцами долгое время, поэтому, когда я пришел в универ, я из стебных соображений руководил командой чирлидерш на одном спортивном мероприятии. Потрясающе. Какие таланты раскрываются, да, сегодня? Да, разносторонние позиции, наше все. Касаемо платформы факультетус. Хочется услышать побольше, потому что нашим студентам будет интересно, у вас целый кластер с разными профессиями. Это же как соперник хэдхантера получается, нет? Нет, мы партнеры вообще. Нет, наоборот. Мы, правда, очень сильно косячим уже полгода, не интегрируя хэдхантер к себе, но мы это сделаем обязательно. Давай прям поподробнее про платформу. Да, да, наверное, нужно объяснить. Публичное обещание, смотрите, через сколько? У нас с вами даже подписи есть, понимаете? Да, на самом деле мы партнеры, и у нас даже подписано соглашение, поэтому не конкуренты. И в целом, даже если были бы конкурентами, это тоже здорово и классно было бы, потому что конкуренты, они двигают друг друга вперед только. Ну да, а у хэдхантера конкурентов нет. Если внезапно хэдхантер признает нас конкурентами, ну я буду ходить так более широко, конечно, по мере. Биг босс! Биг босс, я тебе наступил, извини. Да, я, наверное, объясню, что такое факультет, потому что в московском городском явно никто не знает, что такое факультет. У нас нет в московском городском. Мы есть в 158 университетах на сегодняшний день, но нас нет в московском городском. Хорошая пиар-компания. Начнем. Мы никогда не зовем университет к себе подключаться. Это наше правило. Поэтому не воспринимайте это как приглашение. Захотите, где-то услышите, вам кто-нибудь расскажет, объяснит, что это такое, тогда подключайтесь. Теперь вкратце. В университетах есть такая штука, подразделение, называется центр карьеры. Есть маленький нюанс, что не все о нем слышали. Хотя, как правильно сегодня Ира уже сказала, человек, я потом перефразирую это в свой лексикон, человек чалится 4 года в университете с первого по последний курс. Как правильно Ира сказала, он учится для того, чтобы в итоге трудоустроиться, пойти на работу. Это как бы результат. Мы учимся в школе, во многом формально нам нужно ЕГЭ сдать. То есть у нас есть какая-то конечная цель, чтобы поступить. То же самое в университете. А теоретически человек, пока он учится, должен хотя бы понимать, куда он потом пойдет, что он вобьет у вас в строке поиска, потому что мы знаем, что не все могут четко… Какая карьерная цель у него. Да, да, да. Это все влияет на процент трудоустройства. Есть такая классная штука, Минобранауки. Кстати, здесь в студии присутствует один из представителей Минобранауки, сидит в синем костюме, мы не будем показывать ее пальцем, который заинтересован в том числе, чтобы люди после выпуска трудоустраивались. И вот стоит вопрос, как сделать так, чтобы больший процент студентов нашли свою карьерную траекторию, трудоустроились куда-то, как-то трудоустроились. Мы делаем что? Мы пришли в центры карьеры и решили их трансформировать полностью. Понимать за человека, куда он может пойти работать, контролировать любые причинно-следственные связи, любые коммуникации в университете, чтобы из этого высматривать специфику каждого факультета, каждого направления, понимать, где работают старшекурсники, потому что примерно там же будут работать младшекурсники, кто сейчас на ранней стадии обучения, и предлагать им соответствующие профессии, в том числе профессии с хедхантера, потому что если мы знаем, где работает старшекурсник, мы уже примерно понимаем контур того, что предлагать первокурснику. Такие траектории карьеры. Да, да, да. Многие просто говорили про карьерные траектории, но никто не вдавался в их подробности, что такое карьерная траектория. Мы вроде как, оказалось, вдарились, вошли в эту тему и ее реализовали уже в конкретный инструмент. Поэтому да, университеты, которые к нам подключены, по факту там за человека во многом предопределяются его возможности, дальше ему они конкретно показываются, плюс университету показывается, каких конкретно организаций заводить в контур университета для того, чтобы был такой вась-вась работодателем и точно туда попасть. Вот он новый мир, когда за нас все решают. Да, большой. Технологии. Да, да, но тут тоже маленький пример. Это такая негативная история хедхантера, которую вы признаете. Нет, я же люблю хедхантеры. Интересно, пошли интрижки. Мы сидим на красном диване. А теперь скандалы, интриги, расследования. Нет, но есть такая вот проблема, просто с которой часто озвучивают ребята, что мы там отправили несколько откликов, неважно, на ха-ха или еще где-то его, и не получили никакой реакции. То есть ни отказа, ни принятия. Теоретически центр карьеры на то и создан, чтобы сопровождать человека на его карьерном пути. От и до. У нас, например, есть функция мониторинга игноров. То есть центр карьеры видит, кто игнорирует какого студента. И поскольку это кадровый партнер, есть прямой контакт с этой организацией. Можно всегда позвонить. У нас тоже самое есть, называется индекс вежливости работодателя. И соискатели могут смотреть как раз, насколько часто отвечают как раз этому конкретному человеку, правильно? Не конкретному, это процентное соотношение, как работодатель отвечает тем соискателям, которые откликаются на его вакансии. И это очень важно, опять же, чтобы не было таких ситуаций. Это и мотивация работодателей действительно отвечать, потому что нет, это ответ. И это прекрасный ответ, чтобы человек не был в таком неопределенном состоянии. И смотрят как раз соискатели. Так, этот работодатель редко отвечает, зачем ему отсылать, например. А мы конкретно ушли в историю, когда университет за тебя вступается. Когда ты не только видишь, какой процент получает отклики, а когда ты знаешь, что за тебя вступится твой университет, за тебя позвонит этому кадровому партнеру, потому что есть же прямой интерес в их взаимодействии. Все равно университет это как ресурс кадровый. Позвонит, а за тебя вступится. Я этим очень сильно бравирую, когда нам нужно немножко подстегнуть центр карьеры. Я говорю, что я вам расскажу вашим студентам о том, что у вас есть такая функция, и они же от вас потом не отстанут. Но мы этим иногда играемся психологически с университетами. Вот они радуются, да. Они ненавидят нас лютой ненавистью. Мы вообще самая большая ненависть в центре карьеры в России. На самом деле знаю еще много таких историй, что есть студенты, вообще в целом молодежь, которые ходят по собеседованиям для того, чтобы понять, найти себе цену, да, установить себе цену, понять, как я умею проходить собеседование, можно прокачаться в этом плане. И они просто вот рандомно забрасывают, возможно, по одному своему профилю, резюме, но даже без такой позиции точно туда прийти, но с позиции понять, сколько мне заплатят, сколько мне предложат. Это хорошая история? Мне кажется, что лучше тренироваться с друзьями, с родственниками, с диктофоном, с камерой. Это действительно очень действенно, потому что даже когда ты себя послушаешь просто на диктофон, когда ты сам себе рассказываешь саму презентацию, про свой опыт, про свою учебу, тебе вряд ли понравится. И тренироваться на работодателях, мне кажется, это не очень гуманно, если ты действительно не хочешь к ним пойти работать. Мне кажется, что стоит откликаться на те вакансии, которые тебе действительно интересны, и где ты хочешь работать. Я здесь тоже, да, поддержу. Потому что, во-первых, это будет стоить денежку работодателю, ему не всегда приятно тратить денежку на проведенное собеседование. Мы в любом случае… Это же время людей, то есть это не гуманно просто. А если это крупные работодатели, извините, но все соискатели в базе, и если потом повторно придешь в эту организацию, ну как бы будет видно, что у тебя был неуспешный кейс. Уже будет пара вопросиков. Да, но я сейчас зайду немножко с другой стороны на этот вопрос. Я смотрю на все с макро стороны. Мне не особо интересна индивидуальная поддержка каждого студента в его карьерной стезе. Мне самое главное сделать так, чтобы большее количество людей в итоге хорошо трудоустроились. Если мы говорим об этом, мы понимаем, что у инструментов поддержки трудоустройства, будь то центр карьеры, карьерный консультант, кто угодно, у них ограниченный ресурс. И их ресурс в первую очередь нужно направлять на проблемные зоны, на ребят, у которых проблемы с трудоустройством. Вот есть маленький момент, что те, кто ходят на такие собеседования, это люди, у которых не будет проблем с работой, потому что они сами на это уже заведены. Проблемы с работой будут те, кто там сидит, прогуливает пару, не парится о работе, и тут, извините, цапнуло что-то в Gluteus Maximus, и ты начал искать работу. Вот это проблемные зоны. Не те, кто ходят на какие-то мероприятия, а те, кто вот опять же не ходят на мероприятия. Да, активные студенты, всегда их видно, их видят и преподаватели всегда, и рекомендуют в лучшие компании, да, на практике мы все это прекрасно знаем, и своим знакомым на рынке. И, соответственно, активные студенты очень сильно видны на всех карьерных мероприятиях и вуза, и города. А вот тот, кто действительно пассивно сидит, кто-то прогуливает, а кто-то и не прогуливает, остается незамеченным. Это я просто взмах руки. И вот здесь возникает следующий вопрос, он, наверное, является самым актуальным. Когда у студента нет опыта работы, да, а во всех графах указано от одного, от трех лет, но при этом, да, студент активный. То есть вот даже когда одно время составляла резюме, моя подруга говорит, почему ты не прописываешь то, что ты организовывала конкурс, там, мисс университет, ты умеешь там координировать людей, собирать команду. Это же тоже важно. Очень правильные советы были, очень правильные вопросы. Именно так и надо поступать. Ну, во-первых, всегда можно поставить галочку, что нет опыта, и примерно одна треть работодателей размещает свои вакансии и пишет, что они готовы видеть у себя людей без опыта. И это абсолютно нормально. Но действительно, если у студента есть практика организации каких-то мероприятий, волонтерская деятельность, студенческие какие-то активности, обязательно об этом стоит рассказывать. Большой плюс. Да, но здесь нужно кое-что фильтровать. В любом случае мир жесток, да, и, к сожалению, жесток. Мир прекрасен. Мир прекрасно жесток. Мы понимаем, что есть у работодателя какой-то конкретный портрет соискателя, который он хочет на ту или иную позицию. Когда ты кидаешь свой аппликейшн, когда ты кидаешь свое резюме, ты заявляешься на какую-то конкретную позицию, и у рекрутера явно есть образ. В итоге ты можешь давить либо на профессиональные качества, либо на полное соответствие, в принципе, исковому портрету, идеалу соискателя. Либо можно давить на эмоцию, но это редко работает, да, что ты действительно настолько офигенный, что неважно, какие у тебя профессиональные качества, мы тебя возьмем. Вот, когда кто-то пишет о каких-то своих достижениях, даже волонтерских, у нас просто был недавно кейс, мы на факультете все заметили, когда ребята пишут о том, что у них хороший волонтерский опыт, и им пошли отказы. Им пошли отказы, потому что это говорит о человеке, высказывает о нем какие-то паттерны поведения его, которые не соответствовали искомому сотруднику. И народ получал отказы. А что за позиции? Очень интересно, я первый раз в таком слышала. Это, на самом деле, рядовые позиции всяких аналитиков и так далее. Просто если волонтер, он обычно гиперактивный и инициативный, не везде нужна инициативность. Я тоже прекрасно понимаю, что я бы к себе в Кью-Репаблике, я не взял бы слишком активного волонтера. То есть, условно, работодателей пугает вот этот уровень too much, когда зашкаливает. Вот, правильно сейчас сказал. Это когда 50 приложенных различных дипломов, вот это вот. Ой, это вообще жесть, конечно. Да, когда too much, здесь правильно. Но здесь нужно фильтровать просто. Иногда, я понимаю, кстати, о чем вы говорите, многие студенты прикладывают все дипломы, которые у них есть за студенческую жизнь. Иногда и за школьную, и я в третьем классе выиграл на каком-то конкурсе вот это вот. Конечно же, нужно выбирать, так же, как и про опыт работы, когда мы выбираем достижения, только самые важные, самые основные, и самые ценные на рынке, и ценные для будущего работодателя. Для этого надо изучать вакансии работодателей, внимательно читать, что нужно, ни одну вакансию, ни две, да, а прям изучить всю ту пруфобласть, которая тебе интересна, и под это делать резюме, и выбирать самые важные вещи. Идеальный портрет соискателя. Вот на основе того, что и вы работаете с многими работодателями, и в целом, вот можем мы сейчас назвать какие-то основные критерии? Под каждую должность, в каждой компании он свой, абсолютно. Да, компании это делают, но даже если мы возьмем две IT-компании, которые занимаются очень похожими вещами, все равно у них разная корпоративная культура, и даже в рамках одного отдела, если мы ищем разработчика, это будут разные, возможно, портреты. А если в одной компании даже с одной и той же корпоративной культурой мы ищем бухгалтера, разработчика или маркетолога, это три разных портрета, ну и так далее. Здесь очень классно работает история с повторюшкой-дядей-хрюшкой. Если ты хочешь какую-то организацию, в какую-то конкретную профобласть, есть большая вероятность, если ты себя оформишь так же, как человек, который уже туда прошел. Эта же история работает на рынке ценных бумаг, никогда не классно анализировать, собственно, выстраивать свои стратегии торгов, легче повторять за теми, у кого эти торги хорошо получаются. То же самое и здесь. Мы тоже сейчас заметили, опять же, мы понимаем, что кто-то куда-то трудоустроился, мы забираем его резюме, деперсонализируем и показываем тем ребятам, кто тоже хочет в такую профобласть. Или тем более в такую организацию, тем более на такую вакансию. Это, по сути, идеальный кандидат. Это портрет идеального кандидата. Ну да, и важно еще процентное соотношение, потому что если один, то скорее это исключение. А если это какая-то стандартная ситуация, то действительно на это стоит равняться и смотреть. Массовая вакансия или индивидуальный подпорт? Массовая такая карьерная траектория, когда мы понимаем, что там 35% выпускников этого факультета идут в эту профобласть и в топ-5 компаний. Это более очевидно, чем один человек, который пробился куда-нибудь, но он единственный. Можно сложить такую статистику. Но на самом деле, если брать тоже ситуацию, которая происходит сейчас в университетах, бывает такое, что студенты идут просто за корочкой, во-первых, или даже за внеучебкой. Вот даже скажу свой личный пример. Я заканчивала туристический университет и училась не ради учебы, а ради того, что у меня была классная внеучебка, потому что я знала, что буду организатором мероприятий. Вот как такая история работает? Это жуткая история. Вот эта история с территориальным признаком, особенно куча университетов, куда идут, потому что он близко к дому, неважно, какие там профобласти и так далее. Это вопрос, который уходит еще в школу. То есть здесь, наверное, я никак не отвечу, как это делается в школах. Но вообще нет, нужно четко понимать, идеальный вариант — это когда ты четко понимаешь, зачем ты идешь, какой университет. Это идеальный вариант, он, наверное, недостижимый в абсолютном значении. Но нужно к этому стремиться. А как к этому стремиться, тут уже вопрос. Это вопрос, упирающийся в школу, уже в среднее образование. Как там это все пропагандировать, чтобы человек шел за конкретным университетом. Либо другой вариант. Сейчас есть Я-класс, Учеру, куча сервисов, которые, по идее, работают в цифре с каждым школьником. Они знают о нем такие данные, которые учитель часто не знает. Где он чаще замыкается, когда он дискриминанту извлекает, на каком моменте он спотыкается чаще. Ну и куча таких цифровых следов, они собираются. В принципе, вот вся вот эта история профориентации, она же работает, но она работает не когда это тест, не когда это опрос, не когда ты сидишь с консультантом и проходишь какие-то непонятные вопросы, отвечаешь, тебе показывают непонятные графики. К сожалению, это не работает. Наверное, если в школах на основе тех же цифровых следов сразу проецировать, в какую хотя бы область может пойти человек, опять, идеальный портрет не соискателя на работу, а идеальный портрет студента под направление, идеальный портрет студента по какую-то профессию. Это по аналогии с целевыми целевиками, целевое обучение. Мы находим в школе конкретного человека, который потенциально подойдет к нам, когда проучится в университете. И если он придет в университет с конкретным вот этим запросом, если университет заранее даже может к нему придет, объяснив, что ты идешь к нам не потому, что ты отучишься на экономической безопасности, а пчхи, я чихнул, потому что я его закончил, и идешь не потому, что просто на экономической безопасности. Ты идешь потому, что у нас в экономической и после экономической безопасности работают в таких-то профобластях, которые к тебе предварительно пойдет. Как все там скиллбоксы, гикбрейнсы пиарятся через трудоустройство. Ты идешь, нам плачешь за курс, потому что мы тебя трудоустроим на такую-то профессию. Люди идут за профессией. Школьники бы тоже пошли за профессией. Но университеты не играют никакой роли на уровне школ. Только крупные компании, которые целевиков набирают. Или только те университеты, которые приходят на старших классах и начинают там танцы с бубнами плясать о том, чтобы абитуриент приходи к нам. Но это не работает. Поэтому вот из-за этого люди идут по территориальному образованию. Вернусь к вопросу. Вот это, мне кажется, система такая на авось. Мы очень часто действуем. Ой, вот за коркой пойду, близко к дому. Либо, ой, у меня там одноклассник поступил и сказал, что легко, я тоже с ним. Или какие-то родственники в УЗИ. И вследствие за этим я пойду на работу, чтобы меня взяли хоть куда-нибудь. Да, опять же, по тем же самым, либо еще какому-то набору. Да, критериев. Но это на авось, оно действительно у кого-то выстреливает. И кто-то делает успешные карьеры. Этот ВУЗ действительно и факультет ему подходит. Но это исключение из правил. Это для большинства людей не так. Ты учишься много лет, 4-6 лет, и ты можешь заниматься чем-то интересным. Чем-то действительно, что тебя вдохновляет, и где ты будешь развиваться и развивать еще эту область. А когда ты пошел за корочкой, ну, вряд ли такое будет. И, скорее всего, это потраченное время, на самом деле. Вот хочется сейчас разобрать два примера, послушать ваше мнение. Берем студента, ну, давайте, например, действительно активист, там, не знаю, какой-нибудь человек, который организовывает мероприятия в университете и хочет в дальнейшем стать продюсером. На сайте, там, на поиске на HeadHunter написано, что там опыт должен быть от двух лет продюсирования каких-то небольших проектов. Вот, как ему выстраивать свой путь? Вот, может быть, простроим какую-то вот… Можно тут я вклинюсь? В идеальной ситуации, в его университете, понимая, что человек хочет на продюсера еще на ранних курсах, кто-то в университете должен это узнать, выяснить, что, ага, вот у нас есть этот человек, этот человек, вот они хотят на продюсера. Они должны для них подготовить площадку. Ну, то есть, из какого-то самого следа они должны это достать. Дальше. Они должны найти потенциальных работодателей на будущее. Через четыре года, которые будут, неважно, или потому что есть первокурсники такие, которые хотят на продюсера, а есть точно такие же четверокурсники, есть точно такие же, там, второй курс магистратуры. Теоретически университет должен найти на рынке, может, зайдет на HeadHunter, найдет на HeadHunter этих работодателей, придумает достаточный скрипт, ценность, которым этого работодателя загнать внутрь контура университета на какой-нибудь, там, не знаю, мастер-класс, лекцию, практику, которая вообще жуткий институт. Ну, в практике это было бы идеально. Идеальный вариант. Ну, только не практики, практики вот из советского, да, такого ощущения перекладывания бумажки, а действительно классные стажировки. Да, но для этого нужно аргументировать работодателю, зачем это нужно. Количество мест практики ежегодно уменьшается, потому что работодатель перестает понимать, зачем ему это надо. Зачем ему тратить свои деньги, а он тратит деньги на любую практику, потому что это выделение времени на человека. Ему нужно понимать, зачем, какой бизнес-результат он достигнет потом. Если к нему придет университет, скажет, слушайте, окей, мы видим, вот мы зашли на Headhunter, нашли вас на Headhunter, вы там ищите сейчас, там, там, трех человек вот на такую-то должность, не проблема. У нас такие есть, на другом факультете, неважно, не продюсеры. У нас есть такие ребята, которые у вас там ассистентами пойдут. Мы вам закроем эту хотелку. На Headhunter мы закроем, они вам закроют за денежку, мы вам закроем дешевле. Ну, как бы, вузы ваши конкуренты. Они придут, скажут, слушайте, мы вам закроем за бесплатно. Но, но, окей, не за бесплатно. Вот у нас есть еще ребята на практику. И, в принципе, если таких коммуникаций университет будет выстраивать много, он будет по факту работать на то, чтобы человек на первом курсе, этот продюсер, в итоге и трудоустроился в организацию, потому что он вась-вась-вась-вась уже в вуз этой организации. Во-вторых, уже эта организация мелькала в образовательном процессе, на практике, на мастер-классе, где угодно. Уже там тот же университет в лице того же центра карьеры может предположить, а где еще он может получить скиллы профильные под вот эту вакансию. Окей, эта организация не берет на практику, но это там продюсер, ему нужны еще такие-то скиллы. Эти все скиллы, в принципе, тоже уже прописаны. Есть другие организации, чуть другие смежные профобласти, на которые можно загнать. Для всего этого нужна работа с данными. Для этого есть факультетус. Но не суть. Вот тогда этот человек получит этот опыт работы в течение процесса обучения. Для этого должен быть шаг со стороны в первую очередь университета. Я бы добавила, помимо этого, классно, когда вузы с друг другом общаются, взаимодействуют и происходят кросс-коммуникации. И, например, студентов можно отправлять на какие-то точечные либо лекции, либо иногда даже потоки по обучению дополнительному, когда ты понимаешь, что действительно у тебя там процент людей, кто хочет быть тем-то или тем-то, да, ну там не один человек, да, уже хотя бы их там три или там четыре, а может быть их действительно еще больше. И обмен опытом таким. И здесь есть еще один маленький тезис. Могу, да, скажи? Конечно, конечно. Вот опять возвращаясь к тезису о том, что работодатель может прийти теоретически, пока человек учится. Работодатель так или иначе в один момент возьмет какого-то продюсера, будет платить ему зарплату и параллельно будет обучать этого человека вот этим первичным шагам у себя на рабочем месте. Это будет то продюсер или будет то чувак, которого учат экселевской табличке базовой, которую организации принято вести. Он тратит на это денежки, потому что параллельно платит ему зарплату и параллельно платит зарплату сотруднику, который выделяет человека часы на обучение этого человека. В теории, опять же, у этой организации есть смысл обучить вот этим микродействиям человека, пока он учится, пока ему не надо платить зарплату и выделить определенную группу людей, которую предобучить до выпуска. Через практику, через что-либо еще не важно. Если университеты научатся с этим работать, тот же московский городской, я помню, я не забываю, у меня память, во. А если они даже научатся это делать, научатся заводить работодателей с аргументацией, что слушайте, так или иначе вы их возьмете. Но сейчас вы их возьмете дешевле, потому что вам не надо будет их потом обучать. Вот тогда получится практика ориентированное образование. Тогда тебе будет что указывать в графе. Также хорошо использовать различные кейсы, брать у компаний, как раз договариваться и проводить в рамках учебных заведений различные кейс-чемпионаты, как сейчас действительно модно и это классно, только сейчас в основном это вне вузов проводится, либо совместно. Иногда можно действительно сделать исключительно под конкретную группу студентов и действительно лучше поступают на ту или иную практику. Иногда действительно отличный повод. И у работодателя голова не болеет, потому что ему уже выбрали самого лучшего, или он выбрал, ему показали финалистов, там, три самые лучшие работы. И мне кажется, это отличный повод, в том числе студентам, потренироваться на реальных заданиях. Это действительно хорошая практика, потому что, когда вообще в целом сотрудничество идет с предприятиями у университетов, просто бывают такие ситуации, когда там, да, у студента нет времени, что ему вот нужно найти работу, но здесь уже идет вот эта вот работа ради работы как раз-таки. Но хорошо, когда есть возможность прокачаться, потому что тем более многие студенты идут работать за бесплатно, идут волонтерить на предприятия для того, чтобы как раз-таки прокачать свой навык и потом уже, возможно, к ним трудоустроиться. Такой еще вопрос. Если мы говорим про Headhunter, как про такую скользкую, интересную платформу, есть ли какие-то фишки? Ну, действительно, так и есть, потому что для многих постоянно возникает вопрос. Максимально прозрачная, мне кажется. Очень очевидная платформа. Да, очень очевидная, но вот мне просто интересно, есть какие-то вот тактики, которыми вот можно пользоваться, какие-то маневры, чтобы вот точно найти, попасть на свою вот эту вот должность? Надо зайти на хэ-хэ, зарегистрироваться, создать резюме по форме, откликаться работодателям. Все. Друзья, все максимально прозрачно, если вас не взяли, ваши проблемы, все понятно. Нужно просто четче о себе заявлять, да, наверное, и правильно. Ну, я бы так резко не стала бы говорить про… Это вопрос, как обойти вашу машинку, как сделать так, чтобы выделиться для вашего алгоритма, и чуть по… ну, как бы, ну, вась-вась с Headhunter можно как-нибудь, ну, кроме оплатить продвижение резюме, у вас-то есть вроде эта функция? Надо просто действительно заполнять резюме, писать свои достижения. У нас огромное количество статей, вебинаров, прикрепить деловые фотографии, сделать нормальную почту, да, не Кысечка-Заечка-96, да, а действительно деловые такие фотографии, деловой формат общения, писать сопроводительные письма индивидуальные. Ну, то есть это такая… искать работу – это работа, но это работа для себя и во благо себя, потому что ты же потом трудоустраиваешься, проводишь на этой работе много времени на протяжении, ну, как минимум, нескольких месяцев, а может быть и годами. Например, я вот 40 лет на одном заводе, что называется, я в компании Headhunter работаю более 11 лет. 40 лет. Собрался посредством завода. У нас 40 лет. Есть такое выражение. Ирина, что мы о вас не знали? И поэтому действительно очень важно выбирать работодателя, и к этому относиться надо, конечно, и к своему резюме, и к откликам, крайне внимательно просто работать над этим, и все. Хорошо, мы сейчас вернемся еще к теме собеседования. Вот завершая нашу предыдущую историю, историю с активным студентом мы поняли. А вот если студент, условно, я не знаю, там, физик, например, который хочет попасть в Сколково, человек, студент МГУ, у кого обычно не бывает времени на что. Физик, МГУ вообще самая непроблемная зона, по-моему, обучающихся. Нет, у меня друзья просто учились, самая проблемная зона, люди, которые просто не могут ничего делать в параллеле с учебой. Вот никак они не могут параллельно прикладную какой-то опыт получить. Что делать, если хочется сразу пойти работать? Ну, давайте, ладно, не МГУ, МГУ, типа, физик, МГУ, сразу его везде возьмут. Можно попасть в СССР. Там очередь из работодателя такая выстраивается, просто приходи ко мне в компанию. Давайте попроще университет возьмем. Ладно, никого-нибудь. Университет попроще, просто там, инкогнито. Тогда есть время. Нет времени. Тогда есть время. Ну, начнем с того, что, скорее всего, вряд ли мы сейчас с ними что-то сделаем, потому что вряд ли они нас смотрят. Опять же, возвращаясь к тому, что те, кто нас, наверное, смотрят, у них не будет проблем с работой, они достаточно проактивные, чтобы ее в итоге найти. На них мы вряд ли повоздействуем напрямую, здесь нужно воздействовать на среду, в какой среде они крутятся. И тут опять все обращено к университету по факту. Извините, университета, что я перекладываю на вас ответственность. Но, скорее всего, университет должен сделать телодвижение, чтобы вытянуть этого физика. Потому что это сделает не университет, это сделают телеграм-каналы, где он сидит. Это сделают проактивные работодатели, которые умеют делать наступательные движения самостоятельно, которые проактивны в среде информационной, которая явно побеждает вузовскую информационную среду. Поэтому единственное, что можно сделать, это повлиять на него средой. Скорее всего, это должен быть университет, потому что университет все-таки заинтересован не только в том, чтобы зарекрутить себе, как это делают отдельно взятые работодатели. Есть какой-нибудь Ярославский радиотехнический завод, на котором я люблю, обожаю делать примеры, который хочет кучу радиотехников. Ему нужны радиотехники. Они работают на гособоронзаказ. Мы, как представители общества, все-таки заинтересованы в том, чтобы гособоронзаказ у нас выполнялся, потому что так или иначе эта штука важная. И мы, наверное, хотим, чтобы Ярославский радиотехнический завод все-таки получал хороших радиотехников. Проблема с радиотехниками какая? Они не особо проактивные в плане поиска работы. Они сидят, радиотехник. Но на втором курсе они понимают, что им IT интереснее. И они на втором курсе увиливаются в траектории радиотехника на территорию IT. Естественно, становятся уже IT-шниками, где классно играют Яндекс, Мэйл и все остальные, которые IT-шников пылесосят очень хорошо. Хорошо. Вопрос. Как нам сделать так, чтобы вот этот человек не просто свернул со своей дорожки, потому что мы все-таки заинтересованы в том, чтобы он остался радиотехником, из побуждений того, что это важно, наверное, для общества. Здесь должен играть университет, потому что Ярославский радиотехнический завод вряд ли обыграет Яндекс в части коммуникации, вряд ли он обыграет еще кого-либо в части коммуникаций. Он даже вряд ли купит бренд-страничку на Headhunter, он останется просто своим профилем, таким кристально чистым. Хотя было бы прекрасно, и действительно таким компаниям, особенно с такими проблемными зонами, стоит заниматься брендом себя, как работодатель. Продвижением, да. Но они очень консервативны в этом плане. Да, и с этим должен помогать тот институт, тот стейкхолдер вообще всего этого процесса, кто стоит в стороне. Это университет. Это не будет делать центр занятий, это не будет делать кто-то еще. Это должен делать университет. Он должен понимать, что у него есть такие-то люди. Так или иначе, университет занятий в развитии региона, у них есть даже спущенные показатели по этому вопросу, по трудоустройству в регионе, по трудоустройству по специальности. Их должны вытягивать университеты. Как? Цифровой след, формирование среды вокруг этого человека, факультет. Вот это все делать. Тогда этот человек, он не будет сталкиваться с проблемой поиска работы, потому что по факту все будет найдено за ним. Пусть он учится, пусть он учится и классно, пусть он получит это ремесло. Идеально. Наверное, это мой ответ. Вряд ли мы сейчас повоздействуем на этого физика, который сидит и ботает. Ну да, это тоже хорошая позиция. Все-таки у нас здесь более активные люди собрались, и правда. Есть резюме, с ним все понятно. Есть портфолио. Вот для многих, даже я уверена, это одно и то же. В чем различие? Что такое портфолио и почему его просят добавлять? Ладно, мы здесь знаем ответ на этот вопрос. Нужно пояснить остальным. Я не знаю, я, кстати, может, неправильно отвечу на этот вопрос. Я-то не искал никого, я вообще далеко от HR. Вот есть факультет, который я случайно сделал, и он прекрасен. В общем, у нас портфолио банально – это все, что он может приложить в качестве подтверждения того, что у него есть экспертиза в какой-то части вопросов. Экспертиза в какой-то подтверждение компетенции в виде какой-то иллюстрации. Возвращаясь к нашей первой теме, про стопку дипломов студентов. Да, да, да. Но у нас это там айтишники просто прикладывают свой гитхаб, дизайнеры прикладывают свой беханс, а то у нас там автоматически интегрируется, показывается прямо в резюме. Насчет портфолио каких-то других специальностей не знаю, там по продюсерам тоже наверняка можно какие-то работы. Мне кажется, можно фотографии из каких-то… Наверное, но давайте обратим этот вопрос к человеку, у которого стрелки, ногти и платьишко в одном зеленом цвете. Какой ты внимательный. Да, все абсолютно правильно. Ты прикладываешь к своему резюме еще дополнительную информацию, подтверждающую, конечно же, в первую очередь это касается перечисленных Сергеем профессий. И первое, естественно, это, наверное, дизайн, какие-то свои проекты, это архитекторы различные. Ну, то есть наглядное показание и доказательство действительно твоих навыков, твоей работы. Да, доказательная база навыков. Все. Кому-то прокурору должен что-то доказать. Всегда. Нужно кому-то доказывать по жизни. Что-то у меня чалится, прокуроры. Я не в той жизни живу. А какие профессии… В пятницу, что происходит? Все нормально, человек немножечко расслабился. У нас сегодня такая атмосфера, все хорошо. Какие профессии сейчас являются самыми такими? Вот те профессии, на которые обращают больше всего внимания. Самыми, с точки зрения заработных складов, наверное, конечно же, это сфера информационных технологий. И все мы, в общем, знаем, как хорошо зарабатывают разработчики. И это действительно так, за ними гоняются. Из Ниберби есть классная шутка по поводу… Есть проект «Холостяк», где сейчас, по сути, вот эти вот девушки в «Холостяке» — это работодатели, а «Холостяк» — это тот самый айтишник, который выбирает, куда ему пойти. Это вот очень классная шутка, которая идеально иллюстрирует ситуацию на рынке. Да-да-да, это действительно так. Она закончилась, да? Я думала, что будет чпиналочка. Что от меня? Ну ладно. То есть, если вы посмеялись, напишите в комментариях, пожалуйста. Но опять же, мы все должны понимать, что не каждому быть разработчиком, даже несмотря на огромное количество курсов для самых маленьких детей, которых уже сейчас начинают обучать программированию, ну правда, это не для всех. И тут очень важно, чтобы твоя профессия, с которой ты решил связать свою как раз жизнь, она была бы тебе интересна, и ты бы в ней развивался. Потому что суперпрофессионал нужен в любой профессиональной области. И если ты являешься профессионалом, с дабу будут гоняться работодатели, ты будешь в том же самом холостяке, кем бы ты ни был. Кому не нужен классный электрик, кому не нужен хороший мастер по маникюру, да? Сейчас, да, Сергей? Я иду дальше, сразу после, потом у меня телесный цвет, мне не папа. И так мы можем сказать про абсолютно любую профессию. Просто, если ты действительно развиваешься в этой деятельности, если ты горишь ей, то у тебя все будет получаться, и работодатели это видят. У нас остается немного времени, и хочется вот так начинать резюмировать эту тему. Есть же такая тенденция, или ходит такое поверье, что скоро информационные профессии, да, они будут заменены роботами, а творческие профессии, они будут все-таки во главе всего. Именно поэтому и тексты пишутся, и музыка искусным интеллектом, и рисуются дизайн искусным интеллектом, нет. Ну, есть история с тем, что все-таки эмоции, да, впечатления, их не заменить. Есть момент важный, такая вот история, сейчас же вокруг soft skills, вот это все, там, бафы, soft skills и так далее. По факту платят же за hard skills, платят не за soft skills, платят за hard skills. А soft skills — это приятный бонус. И когда мы говорим о том, что многие работодатели заходят, типа, давай уходи в soft skills, и вот то, что как раз относится к тем историям, которые не подвластны машинам, да, soft skills и машины, не совсем совместимая история. Даже там идет, ну, как бы, ну, просто, видимо, hard skills мы дадим тебе сами, университет дать не смог, маленький снежок в сторону университетов, поэтому дам тебе soft skills. Творческие профессии, понятное дело, они чуть-чуть, наверное, будут в почете. Ну, это там, где ты можешь обогнать машину. Ты в любом случае сейчас начинаешь конкурировать не только с человеком, но и с машиной. Тут скорее не про творчество, наверное, а про коммуникации. Работа с людьми, общение. Да, работа с людьми, общение, но творческие профессии абсолютно в такой же, если мы будем говорить про вот эти зоны риска, абсолютно в такой же зоне риска, как и любая другая профессия. Прекрасно. Ну, это действительно так, просто всегда, и мне тоже так казалось, мы с родителями говорили на эту тему, что те люди, которые общаются с людьми, это та потребность, которая нужна будет всегда, нежели информационные профессии, да, IT-технологии и так далее, это все будет постепенно переходить вот в сферу нового времени. Сопутствовал, наверное, да, ты тоже? Ну, как-то… Можно посопутствовать. Можно посопутствовать? Конечно, мы здесь для того, чтобы подискутировать немножко. Нет, нет, даже общение, даже коммуникация с людьми автоматизируется. Тут, да, выстраивание коммуникации, работа с паттернами, которые действительно не подвластны машине, но в каждой профобласти это что-то свое. Здесь вот просто ты сейчас так сказала, что я бы прям прикопался. Ну, не совсем так, да. Я знаю, мы общались с представителем компании «Промобот» однажды на мероприятии «Карьера и бизнес», и там говорилось о том, что сейчас создаются роботы, которые действительно полностью заменяют людей. Просто да, сейчас мы когда на незнакомый номер отвечаем, и это не робот, да, это какой-то жуткий чаще всего автоответчик, который странными фразами с тобой разговаривает, и у нас в голове, что это так, пройдет очень короткий промежуток времени, когда мы будем поднимать трубку, и с нами будет разговаривать голос, например, нашего родственника, с теми же самыми интонациями, фразами, абсолютно логично, и ты в жизни никогда не догадаешься, это действительно тебе позвонила мама или это не мама. Прекрасно. Не знаю, насколько это прекрасно. Нет. Прекрасная позиция. На самом деле это хорошо, что мы сегодня рассмотрели абсолютно разные позиции на эти темы, потому что мнений много, но при этом каждый прислушивается к тому, что он считает нужным для себя. Вопрос такой. Студент, да, там первый, второй курс. Давайте дадим вот финальный совет тем студентам, которые только поступили в университет, которые его заканчивают. Нет, лучше тем, которые только поступили. Как им сейчас нужно выстраивать свой карьерный путь? Начинать работать прямо со студенческой? Сейчас на носу лето, и надо это лето провести с пользой. Истребиться на филхантере, да? Создавать резюме, откликаться, стажироваться, и это лето чудесное время как раз начать строить свою карьеру. А я скажу, наверное, такую тоже непопулярную штуку. Не подписывайтесь лишний раз на блогеров, которые вас вытягивают в предпринимательство. Я прям ненавижу всю эту тенденцию. Я говорил на карьере против бизнеса тогда, что не надо уходить в предпринимательство. Особенно мы сейчас в гуманитарном университете. Не повторяйте все эти вещи. Получите ремесло, отучитесь, получите четкое ремесло, которое вы потом монетизируете, окружая это ремесло своими предпринимательскими качествами, если вы туда хотите, и они у вас там есть. Медианный предприниматель в России зарабатывает меньше, чем средний топ-менеджер. Это важный момент. Поэтому не надо. И поэтому не ориентируйтесь на информационный шум, который есть. Регистрируйтесь на HeadHunter, спрашивайте у своего университета, есть ли у них факультет. Всякие такие вещи, это обязательно. Но самое главное, не поддавайтесь на информационный шум. Не ведитесь на вещи, которые не дадут вам ничего потом в будущем. Вот, наверное, это мой совет, если ты на первом курсе. И учись, пожалуйста, не прогуливай пары. Ходи на пары, общайся с людьми, задавай преподам вопросы. Чем больше людей будет задавать преподам вопросы… Да, садиться на первую парту, задавать вопросы, и как можно больше коммуницировать. Да, но только не глупые вопросы, пожалуйста. Задавайте вопросы, задаете вопросы. Вам не нравится преподаватель? Сделайте с этим что-нибудь. А что? Задавайте ему вопросы. Будут задавать вопросы студенты преподавателям, преподаватели начнут меняться. И у вас там к четвертому курсу, дай бог, они уже станут все прекрасными. Там 95%, а не 60%, как это в среднем, по оценкам студентов сегодня. Поэтому задавайте вопросы, думайте о том, что именно конкретно вы хотите дальше. И идите по этой траектории. И на первом курсе пока можно поразвлекаться, но параллельно все-таки об этом думать. И не реагировать на информационный шум. Очень прошу. Прекрасно. Коллеги, большое спасибо. Друзья, я думаю, что сегодня каждый из вас получил огромное количество инсайдов, так сказать. Регистрируемся на платформе факультетус. А, нет, платформа факультетов сама на вас выйдет. Если ваш университет подключен. Я знаю, если ваш университет есть на платформе факультетус, у вас есть прекрасный шанс определить свой карьерный путь прямо сейчас. И, конечно же, платформа Headhunter никогда вас не обманет. Все чистая правда. Главное, правильно себя преподносить. И сегодня, я думаю, мы обсудили огромное количество возможностей для того, как нужно правильно искать себя. И, естественно, не тратьте время зря. Можно делать все в параллель с учебой, даже если у вас много задач. Тайм-менеджмент наше все. И главное, найти себя в том, в чем вы действительно будете профессионалом на этой прекрасной ноте. Это была Ирина Светицкая и Сергей Вещепанов. Спасибо большое. И Софья Евенсапер. Большое спасибо, друзья. До новых встреч. Пока-пока.